Здравствуйте всем, кто нас слышит. Сегодня мы начинаем занятие, которое называется «Советский интернет о газ. Как начало новой мировой экономики. Ни много, ни мало». Сразу поясню. Для тех, кто, может быть, подумал, что он ослышался или кто-то оговорился, поясняю. Советский интернет был, причем на несколько лет раньше американского, и назывался он ОГАЗ. Сокращенно это аббревиатура «Общегосударственная автоматизированная система». Полное название там было еще для введения документации, учета. Но вот если коротко, то только вот четыре буквы ОГАЗ. «Общегосударственная автоматизированная система». Она интересна тем, что она фактически была прообразом интернета того, который есть сейчас. Вот на сегодня, что мы имеем, эта система была сделана в Советском Союзе за долго американской технологией, но только в отдельно взятой стране. В Советском Союзе, но зато она была во всех 16 республиках. И охватывала территорию, которая сейчас условно называется СНГ. Я специально говорю условно, потому что мы это СНГ мировоззренчески не принимаем, потому что мы СССР не разваливали, письмо, документы по расчленению СССР не подписывали, штык в землю не втыкали в смысле того, что информационная война в этом смысле с нашей страны еще не окончена, потому что мы юридически не признаем расчленение СССР. Поэтому такая специальная оговорка. Условно, на территории СНГ система информационного обеспечения работала бесперебойно, эффективно, но только в некоторых ограничениях, касающихся пользователей. В системе было задействовано несколько десятков тысяч адресов. Она функционировала несколько лет. Она была в первую очередь информационная и во вторую очередь производственная, потому что на нее были задействованы многие производственные мощности, а это в первую очередь заводы оборонного комплекса, то есть заводы, производившие оружие. То есть и системы, отвечавшие за оборону. И еще немного системы, отвечавшие за управление экономикой в целом, но только вот она уже, управление непосредственно уже гражданским сектором выходило только на более высокий уровень, потому что там было гораздо больше потребителей. Так вот, эта система в первую очередь надо ассоциировать с именем ее автора, того человека, который ее первым сделал и довел до ума, до рабочего состояния, это академик Виктор Михайлович Глушков. То есть он ее, собственно, как говорится, выносил. Он был, что называется, в этой теме с первой колышкой. Он эту тему холил и леял многие десятилетия. То есть он ее довел, ну, почти до мирового уровня и до такого уровня, что вот даже сейчас, спустя вот многие десятилетия, в 21 веке, его наработки прошлого века используют сейчас, и они считаются инновационными. А некоторые фрагменты этой системы, которые он сделал тогда, до сих пор считаются просто непревзойденными. Просто непревзойденными. Ну, начнем по порядку. Значит, перед тем, как огромные территории Советского Союза охватить системой непосредственно электронного информационного обеспечения, надо оговориться, что перед этим в Советском Союзе за несколько десятилетий была создана так называемая единая энергетическая система, которая охватывала всю территорию Советского Союза сетями электрическими. То есть электроэнергия вырабатывалась в Советском Союзе синхронно на всех электростанциях Советского Союза. Вот это вы должны просто понимать. Вот эта вот синхронность была создана нашим народом еще до войны 41-го года, в 30-х годах, когда на территории России, Украины, Белоруссии, Закавказья были созданы сначала несколько электростанций гидро, потом тепловых, даже трафяных, потом к ним начали прибавляться и атомные электростанции, и они все были сведены в единую энергосеть, которая с первых дней управлялась из единого центра. То есть был диспетчерский центр, находившийся в Москве, как раз недалеко от Кремля. И этот центр, он как раз синхронизировал те электрические импульсы подачи энергии из района в районы, из региона в регион, для того, чтобы не было перекосов и блэк-аутов. То есть вот этот термин блэк-аут, он известен только для Запада. У нас в стороне такого термина нет. Почему? Потому что не было прецедентов. Так, чтобы электричество отключалось в больших регионах. Такое возможно только в странах капитала, и было оно впервые почувствовано на себе именно в Америке, когда огромный штат, ну, например, штат Пенсильвания, или Калифорния, или, допустим, Йорк, отключался от электричества, и ему не могли помочь соседние районы, только потому что из района в район не могли перевести электросети, потому что электросети и электрогенерирующие мощности были разной собственности. То есть одна электростанция в одной собственности, а в другом районе электростанции в чужой собственности, и между собой они не всегда стыковались. И поэтому иногда вот эти проблемы в Америке длились по двое, по трое, даже по четверо суток, когда люди сидели без света, без тепла и электричества. Это называется богатым, хорошим словом, блэк-аут. Так вот, на территории Советского Союза блэк-аута не было ни разу. И даже вот сейчас, спустя несколько десятилетий после 1991 года, блэк-аутов больших нет. Были небольшие перебои, только когда половина Москвы отключилась на полдня, и все. И то это можно считать, как такое, знаете, заранее спланированное учение, для того, чтобы проверить готовность МЧС и готовность резервных станций. Так вот, эти генерирующие мощности, они регулировались при помощи электросигналов по телефону диспетчерами. И тогда уже, в 30-х годах, возникла потребность сделать какую-то систему, которая бы регулировала эти электростанции в автоматическом режиме, без телефонных звонков. И про нее уже тогда как раз начали думать, уже начали разрабатывать, уже делать предполагаемые расчеты. И вот эти вот расчеты, они в конце концов вылились в том, что вот в конце 50-х годов, то есть это были 1950-е годы, в стране все-таки была создана Единая информационная служба, которая в том числе управляла и электростанциями Советского Союза, так называемой Единой энергосистемой ЕС. Или вот когда она создавалась, в 20-х годах она называлась ГОЭЛРО. То есть первый этап ГОЭЛРО, он расшифровывается как ГО, государственная ЭЛ, электрификация России. И потом она была названа Единой энергосистемой, до сих пор так и называется. И, к сожалению, сейчас она еще называется РАУЕС, то есть это акционерное общество во главе с небезызвестным приватизатором. Чтобы в наших научных лекциях убрать матерные слова, мы не будем говорить о приватизаторах, а будем говорить, как бы постараемся по существу. Потому что, если честно, вот мне как инженеру очень тяжело переживать, когда, вы знаете, инженеры, ученые создают, а потом их плагдами пользуются всего лишь навсего недоделанные экономисты, которые не понимают ни в электричестве, ни в технике, ни в науке, и тем более ничего не понимают в каких-то элементарных законах совести. И поэтому, знаете, вот, к сожалению, такой расклад, который получился на сегодня и в области энергосистемы, и в других, он имеет свои определенные, знаете, негативные последствия, которые мы чувствуем на себе, и дальше эти негативные последствия будут нарастать. И эти негативные последствия в будущем не только в нашей стране и в мире, к сожалению, приведут к очень большим катастрофам и к большим техническим сбоям, в том числе и сбою интернета. То есть сейчас многие говорят о так называемом обрушении интернета. То есть этот интернет, который есть сейчас, он базируется на технике и на софте, который идет не от нашей страны, а от супердержавы США. Вы это знаете, это знает каждый школьник, ну, наверное, в каждой стране. И, разумеется, все понимают, что Соединенные Штаты Америки зарекомендовали себя на мировой арене как достаточно одиозная страна, которая пытается все остальные страны подмять под себя. Иногда даже те страны, которых официально называют союзниками. То есть вот европейские страны своих собратьев по капиталу, они тоже называют открыто союзниками, хотя сами через те же сети интернет пытаются под них подложить то минозамедлого действия информационные, то технологические сбои, то всякие сбои социальной какой-то окраски. И это явно союзничеством не назовешь, и поэтому у многих стран очень большие претензии к Америке, а у Америки очень большие интересы ко всем странам. И поэтому вот такое противоречие рано или поздно возможно приведет к обрушению интернет. Значит, я специально оговорился возможно. Почему? Потому что вообще на эту тему очень много специалистов выступает. Я тут в этой области специалист не самый глубокий. Но по общим закономерностям развития больших технических систем и научных каких-то понятий все-таки мне хватает квалификации разобраться, что тренд такой есть. Все пододвигается к обрушению интернет и понятно для чего? Для того, чтобы на мировом рынке обрушить конкурентов США. То есть вот если коротко, политическая подоплека этого такая. Поэтому очень много разговоров ведутся. Это муссируются слухи, делаются информационные вбросы, обсуждается что да как. То есть проблема есть. И причем специалисты прекрасно понимают, как технически это может произойти. Когда выйдут устрои несколько больших серверов или выйдут устрои какие-то кабельные линии, то это может иметь пагубные последствия для иногда целых стран. Потому что, например, на интернет завязаны многие технологические процессы. И особенно банковской сферой, там, где большие денежные потоки идут, там возможны очень серьезные сбои, которые могут привести к очень большим денежным проектам некоторых стран. То есть проблемы есть. Серьезно. И вот это вот обрушение, его ждут с некоторым вроде со страхом. То есть как стихийное бедствие. Потому что, знаете, вот как волна цунами набежит, и какие последствия после себя ставят, непредсказуемо. То есть так же и обрушение интернета. Все понимают, да, технически это может быть. Все надеются, да, он будет восстановлен со временем, там, ну сколько там дней, там, недель, месяцев, может быть, лет. Все восстановится, вернется обратно в свое русло. Но какими потерями это обернется, никто предсказать не сможет, и никаких гарантий тут нет. И надеяться только на страховые компании тут бессмысленно, потому что эти потери полностью возмещать никто не будет. Потому что, если будет принято решение со стороны, допустим, главного держателя интернета США сделать обрушение, то они это сделают осознанно, целенаправленно, именно с целью экономического давления на своих союзников и любые страны в мире. То есть это совершенно очевидно. То есть это вот случайно произойти не сможет. Потому что очень много все-таки вложено денег и автоматизацию, и синхронизацию, контроль, и мониторинг этой системы. Так вот, тут я это специально подробно так оговариваю. Почему? Потому что тот интернет, который создан сегодня с американцами, он имеет свои корни от того интернета, который был создан на нашей территории. И многие технологии американцы у нас просто позаймистывали. Или, говоря открытым языком, реально просто своровали. Ну и, ну, с другой стороны, мы в некоторых моментах этими технологическими секретами с ними делились открыто, потому что мы предлагали равноправные партнерства и в информационной области тоже, и открыто свои секреты некоторые просто открывали и выкладывали в общий доступ. Потому что, например, создатель системы Агаса, Академия Глушков, он часто ездил за рубеж и выступал на международных конгрессах по информатике и по вычислительной технике, где рассказывал свои секреты для того, чтобы другие люди узнавали наш опыт и шли по нашему пути и не шли по тому пути, который могли бы быть другие, который навязывали другие. Ну вот так сложилось, что вот все-таки мир пошел именно не по пути советского интернета, а американского. И сейчас вот эта вот проблема обрушения интернета, она очень актуальна, обсуждается. И тут самое главное, что я вам хочу сказать, что в случае, когда будет обрушен мировой интернет, единственная страна, которая меньше всего пострадает от этого обрушения, это будет именно Россия. Почему? Потому что наша территория, во-первых, уже имеет опыт построения подобных систем, опыт ремонта этих сетей, и самое главное, остались технологии тех старых сетей и, самое главное, коммуникации, информационные каналы, которые по этим старым каналам смогут восстановить в новой технике, в новом софте нужный уровень коммуникации для того, чтобы это обрушение пережить с меньшими потерями. И даже больше того, у нас начата государственная программа фактически замены мирового интернета. То есть вот об этом я скажу в конце. Это государственный документ, он подписан нашим президентом в 16-м году, там четко написано черным по-белому русским языком развивать наш сегмент, а это фактически означает готовить дублер мирового интернета. И вот теперь я хотел бы уже более подробно рассказать именно про то начало интернета, которое развивали в середине 20-го века. Начать с того, что изначально, когда создавалась информационная сеть Советского Союза, она отличалась двумя принципиальными позициями от сегодняшнего мирового интернета. Первая позиция – это паспортизация. То есть в современном интернете паспортизации нету. То есть любой юзер берет, покупает, входит. Его можно вычислить айтишник, адрес, но самой паспортизации нет. И это фактически является основанием для широкой террористической активности любого пользователя. Либо экстремистской деятельности, либо криминогенной. То есть вот эта вот возможность криминала в советском интернете отсутствовало. Второе отличие советского интернета заключалось в том, что он изначально создавался софт без дырок. То есть хакерство там было исключено. Там изначально составался софт с открытыми, прозрачными кодами, которые контролировались на уровне государства, и другие люди не могли бы влезать на чужие площадки. То есть вот современный интернет, вы прекрасно знаете, хакерские атаки, обрушения, в том числе и вмешательство во внутренние дела некоторых стран, обыденное явление современного интернета. Не говоря уже о том, что есть очень, к сожалению, печальные явления, которые, ну, все знают, но сделать ничего не могут, разводят руками. То есть в чем криминогенность современного интернета? в том, что 90% содержания это порнография. Понимаете, вот это и есть вот тот криминал, который вот фактически американцами узаконен во всем мире. Вот он узаконен, он есть, и вот практически мы ничего с этим сделать не можем, но только вот частные блокировки, они не очень эффективны. Так вот, в советском интернете такое просто исключалось бы. То есть там все было только в рамках существующего законодательства, и плюс на основе паспортизации, но только с маленькой оговоркой, что вот в советское время пользователями могли быть только юридические лица, это предприятие. До частного уровня не дошло, но для частных пользователей были уже проработки, готовилась техника, персональные компьютеры, сети, все разрабатывалось, и так в дальнейшем и предусматривалось, что вот единая информационная сеть на всю страну будет выполнять несколько функций. И экономику, и науку, и образование, культуру, и искусство, и транспорт, и медицину, и в том числе частные пользователи могут туда, допустим, заходить для чего? Записаться, допустим, записать ребенка в детский сад, записаться человеку в поликлинику, взять путевку в туристическую. То есть те функции, которые сейчас и есть. То есть это закладывалось именно в те времена, это было практически в 1960-е годы, чтобы каждого жителя Советского Союза обеспечить персональным компьютером и свободным выходом в информационную сеть страны. И даже больше того, предполагалось для других стран сделать тоже информационные сети, чтобы мы тоже выходили, каждый человек Советского Союза, гражданин Советского Союза, мог выходить, допустим, в библиотеку Германии, Америки, Англии, пожалуйста, но кто захочет подключиться к нашей информационной системе. То есть вот такие были планы и они уже постепенно реализовывались технологически. То есть технология уже развивалась, но только вот это было за счет того, что масштабные такие работы колоссальнейшие, и это не удалось воплотить жить именно во всем масштабе задумки. И тут надо сказать, что руководителя этого проекта Виктора Михайловича Голушков, вы знаете, многие фотографии, если вы обратите внимание, сделаны еще даже в черно-белом формате. Понимаете, это фотографии 50-х годов. Тогда даже цветные фотографии была изобретена, но только не у всех. И вот тогда, это буквально несколько лет после войны прошло, а он на высшем правительственном уровне, на уровне министерств проталкивал идею того, что экономикой нужно управлять более рациональными способами. До этого управлялись как? Бумажки, телефон, бумажки, телефон, но иногда курьеры. Но гораздо эффективнее сделать это, ну, как мы сейчас понимаем, по компьютеру, по сети, поставил команду, получил подтверждение, И вот это он знал. Еще тогда, почти 70 лет назад, он это просчитывал, это было уже так легко прогнозировалось, и он это пробивал идею. То есть вот эти фотографии, их достаточно много в интернете, будете искать, увидите. Вот его фотографии, когда он молодой, его схемы, которые он рисовал, то есть блок схемы, когда он объяснял, как должна быть работать завод, отрасль, министерство, экономика, смежные предприятия, транспорт, связь. Он все это объяснял, и в государственном бюджете он отдельно выбивал строку для того, чтобы на это выдавались ресурсы, для того, чтобы в будущем экономика поднималась на более высокий уровень. По нему нужно сказать вот что. Он получал поддержку государства с 50-х годов, потому что еще были сильны сталинские традиции управления страной, а это значит традиции все-таки мыслить по уму и подальше от абсурда, то есть и смотреть по именно целям, то есть то, что нужно для страны и для человека. То есть вот он изначально создавал эту систему в первую очередь для обороны, чтобы заводы работали эффективно, а в вторую очередь для человека. То есть он изначально хотел, чтобы эта система была человечной, человечной, то есть высоконравственной, моральной, без криминала, естественно, без хакерства, без взлома, ну естественно, персонифицированной, чтобы по паспорту каждый человек заходил, и если он захотел бы, допустим, выступать на каких-то форумах, писать комменты, то чтобы он все-таки это делал и знал, если он будет в каких-то форумах комменты писать, извините, нецензурные, его бы привлекали за это к административной ответственности. То есть сейчас тоже можно за нецензурные выражения даже депутатского мандата лишиться, это в Уголовном кодексе прописано, но, к сожалению, на интернет вот эта юриспруденция не распространяется. И вы знаете, что на форумах уж такой флот, уж такой спам, но это просто какой-то кошмар, иногда вот, знаете, и уши вянуты, глаза прямо хочется отвернуть. Так вот, изначально Виктор Михайлович закладывал, чтобы это исключалось на начальных уровнях, и там это просто было исключено. Значит, за свою работу он получил Ленинскую премию в этой области и звание академика Академии наук СССР. То есть, это абсолютно заслуженное звание. Ему было выделено очень крупный бюджет, и он был директором Института кибернетики Академии наук Украинской СССР. Я подчеркиваю, почему. Потому что именно на Украине, в городе Киеве, был построен силами Всего Советского Союза институт именно кибернетики, то есть, который бы организовал именно киберпространство, ну, или информационное пространство, чтобы там сосредотачивались и производственные мощности, и мощности математические, то есть, по разработке софта. И он там был директором, ну, практически до своей смерти. И основные технологии именно массового производства располагались именно там, на Украине, в Киеве. И в этом институте до сих пор сохранилась при входе на лестнице мемориальная доска, очень красивая, большая, из мрамора, из мозаики, как раз с портретом Виктора Михайловича именно в дань уважения в том, что он сделал такой огромный проект. И дальше требуется сказать вот, что он был, разумеется, не один, у него было много специалистов, и один из лучших инженеров, один из его первых помощников, это фамилия, которую вы тоже должны знать, это пионер и вычислительной техники, и интернет-технологии, это Анатолий Михайлович, извините, Анатолий Петрович Китов, ну, военный, и он пришел к уровню понимания вот этих задач, информационное обеспечение, знаете, что, на войне, во время войны, во время боевых действий, почему, потому что он был артиллеристом, зенитчиком, и по долгу своей службы он, будучи офицером, командовал несколькими батареями, артполком, которому ставилась задача на обеспечение наших позиций, защиты от налета немецкой авиации, и когда несколько батареей стояли на большом расстоянии друг от друга, за многие километры, управлять ими, раньше можно было либо по телефону, либо по рации, там курьеры исключались, и вот синхронная работа батарей навела его на мысль, что вот выстрелы этих батарей, они должны производиться быстро, потому что самолет летит, там пока прицелишься, пока туда-сюда, там секунда решает все, и тогда он уже стал задуматься, как бы сделать такую автоматическую систему управления залпового огня с зенитками, чтобы эффективно справляться с налетной авиацией, и он уже начал разрабатывать какие-то сигналы, ну, на основе простых радиоламп, для того, чтобы синхронно одной кнопкой запускать на нужном уровне, на нужной высоте нужные снаряды, для того, чтобы сбивать эскадрильи фашистов, то есть вот эти расчеты он начал делать еще во время войны, в 44-м году, то есть это было очень такое вот инновационное решение, и он один из первых в мире, кто вообще за это брался, потому что вот немцы к этому тоже, ну, как понимали, но не подошли, ну, англичане, американцы, они к этому тоже задумались, но не подходили, и вот Китов один из первых это начал делать в железе, то есть вот первые разработки, приборы, инструменты начал делать именно он, он это делал в рамках Министерства обороны, после войны тоже, и поэтому он продвинулся дальше всех в мире, то есть вот эти разработки синхронного управления зенитными батареями в мире первым делал именно он, благодаря тому, что он первым сделал вот эти вот разработки, его привлекли как раз именно к разработке уже более широких информационных систем, которые предполагались не только для военных целей, но и для мирных, то есть это в проект советского интернета, и он в Москве получил очень большой институт, вот недалеко от станции метро Беговая, там даже маленькая мемориальная доска есть, посвященная ему, где первые разработки делались сначала для военного приложения, а потом уже для гражданского, и еще требуется сказать вот что, многие наши разработки в области вычислительных систем, компьютеров и софта, в большинстве случаев опережали иностранные аналоги, то есть я вам говорю, заявляю это абсолютно ответственно, мои слова можно проверить, подтверждения этому много, и одно из самых сильных, как говорится, стопудовое подтверждение того, что мы фактически опережали весь мир в этой области, это компьютер, персональный компьютер, вот сейчас какого школьника не спроси, кто первый компьютер изобрел, все скажет, да, Билл Гейтс, но так говорят только 99% пользователей, почему, потому что они не знают настоящего изобретателя, кто за 7 лет до Билла Гейтса изобрел и даже получил патенты на персональный компьютер, это русский инженер, с такой фамилией, ну, полусмешной, Горохов, да, Арсений Анатольевич Горохов, да, скромный, скромный инженер из Омска, такой вот город есть, в Сибири, Омск, и вот он там, работая в одном институте, проектном институте, он стал задумываться, как бы сделать систему, он назвал ее интегратор, интеллектор, ну, интеллектор, да, чтобы она информационный сигнал, или отрисовку чертежей, деталей, схем, рисунков, визуализировать на экране, управлять, действовать, пересылать, что надо было сделать, ну, вот такую вот систему, и он ее разработал, он оформил на нее патенты, три патента оформлены, понимаете, то есть вот этот документ, который вот зафиксирован, и он не опровергнут, и понимаете, вот этот вот патент называется авторское свидетельство, ну, потому что юрисдикция в Советском Союзе была не такая, как на Западе, выдавали авторские свидетельства, но там четко зафиксировано изделие, принцип действия, дан номер и приоритет с датой, и эта дата, понимаете, это основание для того, чтобы на мировом уровне все фирмы, производители компьютеров заставить их от, извините меня, вот за грубое слово, отстегивать процент этому человеку, потому что он еще жив, понимаете, то есть в судебном порядке, на основе международного права, международной юрисдикции, можно добиться того, чтобы автору, изобретателю компьютера, фирмы-производители отстегивали положенные авторские проценты, это можно сделать, но это никто не делает, почему? Потому что если сделать такой прецедент и подать в международную соцзаявку, можно его выиграть именно при помощи свидетельств, но, извините, это обрушит мировой рынок, ну, для начала, производители, компьютеры и прочее, понимаете, поэтому никто не осмеливается, понимаете, поэтому вот в области юриспруденции есть такие, знаете, метаморфозы, ну, когда начинается просто откровенный абсурд, потому что, когда вот по закону одно, по факту другое, и стыковать невозможно, все знают, видят, ничего не делают, и малышком идет, и в том числе, вот один из прецедентов, это вот, вот вы должны знать это имя, понимаете, вот каждый школьник должен знать имя этого человека, Арсений Анатольевич Горохов, первый в мире создатель, разработчик персонального компьютера, значит, вот здесь вот на картиночке я показываю специально, я сделал вот монтаж компьютера, который сделал Стив Джобс, то есть вот, не умаляя достоинств американского инженера Стива Джобса, надо сказать, что он сделал добротную работу, честно, он честно изобретал, он сделал такой аппарат, единичный, потом 5, что в 10, 20, 30, раскрутился, да, то есть он отличный инженер, который знал свою работу, и который, вероятнее всего, не воровал у Горохова эти секреты, не воровал, вот мое мнение, понимаете, вот точных доказательств мы сейчас не найдем, ну вот мое мнение, что нет, но, понимаете, у Стива Джобса был спонсор, который дал ему деньги на эти разработки, так вот этот вот спонсор, вот у меня уверенность 99%, он знал про вот это вот авторское свидетельство, которое было опубликовано открытое в патентном журнале Советского Союза, понимаете, Советский Союз каждый месяц выпускал так называемый патентный вестник, где опубликовались новые патент-изобретения, и эти журналы в день выпуска, прямо они еще краской, типографской пахли, скупали иностранные агенты, ну, открытые там, нет, смотрите, в авторском свидетельстве там дается описание, не дается ноу-хау, но дается описание, описание открытия, сама идея того, что можно сделать персоналку, она уже сама по себе уже должна навести на мысли инженера, допустим, другого, и он будет мыслить в этом направлении, вы знаете, украли идею, направление мысли и отчасти исполнение, отчасти, сейчас да, но, знаете, тут важно другое, когда Анатолий Петрович оформлял это авторское свидетельство в нашем ведомстве, ему эксперты несколько лет не давали вот эту бумажку, почему? Они не понимали своей головой, что это такое, они с персоналками не работали, это было новое, а он фактически создавал новую отрасль, а их этому не обучали, и у них не было фантазии, какой-то вот мысли, предвидения, понять, что это такое, они просто как бы отшивали его под предлогом, а вы укажите аналог и скажите, что у вас, и ваше изобретение лучше, чем аналог, они не созрели, понимаете, они не созрели до уровня его полета мысли, там доходило до смешного, там был эксперт, понимаете, вот я даже знаю этого эксперта, потому что я ходил в эти стены по Тентам институте недалеко от Киевского вокзала, понимаете, я видел эти стены, видел этих как бы недорослей, там один вот этот вот эксперт посоветовал ему, на полном серьезе, без шуток, ты, говорит, вот неправильно пишешь заявки, вот чтобы тебе правильно написали, приняли, ты укажи аналог, а аналогов близко ничего не было, потому что это ни печатная машинка, ни телевизор, вообще это аналог, ты, говорит, аналог напиши, топор, топор, и вот это вот твой интеллектор будет вот операться как аналог топор, но только лучше, топор, ну которым дрова руби, топор, понимаете, вот бредовость была, вот это уровень экспертов, это он серьезно говорит, но в результате, знаете, через несколько лет авторское свидетельство получил, понимаете, через несколько лет Стив Джобс сделал свой компьютер, он сделал на деньги спонсора, спонсор, я уверен, на 99% спонсор изучал, мониторил наши изобретения, потому что они были в открытом доступе, и когда он увидел работы Стива Джобса, а он работал как раз примерно в этой области, я не знаю, как они договорились, он его нанял, или тот его нашел, но по крайней мере большие деньги он дал на раскрутку, он дал ему деньги, лабораторию, раскручивал, поддерживал, то есть Стив Джобс не испытывал материальных трудностей вообще никаких, понимаете, ни на первом образце, ни на аналогах, ни на первом тираже, ни на большом тираже, ни дальше, естественно, почему, потому что дальше они заработали миллиарды, миллиарды, новые отрасли в мире, это фактически американцы почти вот так монополизировали. Мне кажется, что очень много наших изобретений в них воплощено, не выдается за их. Да, да, и вот, понимаете, вот персональный компьютер это была часть той работы, которую в Советском Союзе делалось по многим направлениям, и это в том числе. Дальше, вот смотрите, некоторые технические детали, просто я вам коротко расскажу в телеграфном режиме, чтобы вы знали. Фотография кабеля медных проводов, то есть в этом кабеле сто пар медных проводов. Значит, вот этими медными проводами весь Советский Союз опоясан был сотнями тысяч километров. Это медная, понимаешь, медь это хороший материал чем? То, что он электрический сигнал проводит, несмотря на помехи, даже если рядом разорвется атомная бомба. Это само, то есть это неокисляемый материал, который фактически самоконсервируется. То есть вот медные кабели, которые заложены были в землю там 70 лет назад, они до сих пор работоспособны. Даже если на них иногда попадает вода. До сих пор. Ну там изоляция хорошая. Маленькие кабели лежали просто в земле, там песком присыпленные. Большие коллекторы, а это такие специальные тоннели, тоже делали хорошо, герметично, между городами, сервера, распределительные пункты, узлы, закольцованные, трассированные, до сих пор работоспособны. Сотни тысяч километров до сих пор работают, и они фактически это наш резерв на всякий случай. Или на случай войны, или на случай обрушения мирового интернета. И понимаете, вот эти вот кабели, я вам просто показываю для чего, потому что нет, большинство, смотрите, большинство кабелей сохранились. Более современные кабели, вот понимаете, вот большой кабель, вот этот из медных проводов, его можно заменить чем? Маленьким кабелем вот такой толщины из оптоволокна. Оптоволокна, ну по нему идет лазерный лучик, и он заменяет вот этих сто, сто пар, но, понимаете, вот этот вот лазерный, он уязвим, он хрупкий, плюс еще там он принимает на себя наводки и прочее, ну и мало ли там что с ним случится, но даже если вот эти вот оптоволокно не будет работать, вот эти медные кабели соединяют все основные города и заводы нашей страны, то есть Россия как минимум выживет при любом обрушении любого масштаба интернета. То есть хотя бы как минимум вы должны знать, наш Сбербанк работает именно по этим кабелям, понимаете? Понимаете, вот это не афишируется, понимаете? Вот все думают, о, интернет, о, Сбербанк, и все думают, ну значит, Сбербанк из одного отделения в другой пересылает через интернет, да, чей сигнал идет через интернет, но основные каналы идут именно через старый кабель, вы должны знать это, просто даже знать. Ну так, на всякий случай. Есть Сбербанк или нет? Не все, понимаете, вот сколько там за резервирование, сколько задействовано, это коммерческая тайна, это военная тайна, я точно не знаю, но сама идея вы должны знать. А собственно об этом знают все, знаете, даже первокурсники институтов связи, потому что им профессор объясняет. Вот. Я к тому, чтобы вы сильно не переживали, знаете, когда очень плохо говорят про Россию, она отсталая, она то, она, значит, не дотягивает и так. По многим позициям мы действительно не догоняем западные страны в области роскоши, там богатства, там пальцатости, но по системам выживания мы себя обеспечили лучше остальных. то есть у нас самая лучшая МЧС, у нас самая лучшая связь, самая надежная, и у нас самые лучшие инженеры, и у нас самый лучший софт. Почему? Потому что вот софт, который будет в новом интернете, будет другой. Он бы давно назывался, да? Не знаю, это, понимаете, я бы называл его, знаете как, есть, смотрите, вот есть слово интернет, да, интер это общий, нет это сеть. Понимаете, вот если слово нет, оно мне не нравится, честно говоря, нет это вот отрицание, нет, нет, ну негатив какой-то. А есть другое слово противоположное, да, по-английски yes, если вместо интернет сделать интер yes, это получится интер да, ну, может быть, интернет назовем интер yes, по-русски интерес, не знаю, по крайней мере, сейчас вот система работает, вот система искра, она работает вот на таких кабелях без проблем, без оптоволокна, и, ну там задействованы спутниковые связи, понимаете, и сервера, и наши сервера, там, понимаете, вот этих деталей много, это вот сейчас не является целью нашего сегодняшнего занятия, а сегодня я просто хотел рассказать вот некоторые ключевые моменты общие, чтобы вы знали, и, во-первых, как минимум, для того, чтобы гордились за свою сторону, второе, для того, чтобы своему подрождающему поколению передавали эти знания, чтобы они это знали, потому что это мало кто говорит, ну и третье, чтобы готовились к будущим потрясениям, потому что они будут, потому что это надо изучать, и это обязательно пригодится в будущем, эти потрясения. Так вот, что касается сети, информационной сети ОГАЗ, которая была сделана, она была рабочая модель, которая функционировала в масштабе 10 тысяч заводов Советского Союза. на базе этих заводов был создан Буран, то есть эта система не превзойденная до сих пор никем, ни американцами, ни китайцами, долго еще. И вот эти вот, а это сотни тысяч деталей, это тысячи заводов, смежников и прочее, и вот такое количество деталей, узлов, задач, технологии, алгоритмов, невозможно было бы делать бумажными чертежами. Это было сделано именно информационно, то есть по информационным каналам, больше того. Понимаете, вот когда летал за несколько десятилетий до Бурана Гагарин, Гагарин летал на ракете «семерки» РДС-7, которая была сделана по бумажным чертежам, а вот это было сделано по электронным чертежам. И вот этот вот переход за несколько десятилетий мы прошли самостоятельно, понимаете, самостоятельно. То есть вот ракету Гагарина мы сделали сами на бумажных чертежах. Это было сложно, мы сделали и ракету Буран тоже сделали сами, без помощи американцев, понимаете, без. Сами сделали от начала до конца. И вот это было сделано уже на электронных чертежах, по электронным каналам. Один завод производит детали, согласовывает с другим заводом, который находится за сотни информационным системам, по каналам, миновлиниям. Инженеры между собой согласовывали вот эти вещи именно по информационным каналам. То есть вот эта система работала. И вот по этой системе работало очень много заводов, около десяти тысяч, и к ним уже стали, начали уже прибавляться другие заводы, которые бы работали еще и на гражданский сектор. И вот на гражданский сектор, например, один из самых знаменитых проектов, который вот вы тоже должны знать, просто обязанно, потому что школьные учебники это не говорят. Этот проект называется Львовский телевизионный завод. Представьте себе Украина, западная Украина, почти на границе с западными областями есть город Львов. Там во Львове было создано большое производственное предприятие, то есть там и разработчики, и завод. Завод назывался Электрон. Завод Электрон, Электрон. И он производил телевизоры, сначала черно-белые, потом цветные, и он производил конвейерно, а это значит там десятками тысяч, и он работал более эффективно, чем телевизионные заводы того же времени на западе. То есть европейские, американские заводы тоже делали телевизоры, но только они делали менее рационально, чем этот. Почему? Потому что этот завод был почти полностью автоматизирован по системе ОГАЗ. Полностью. Почти полностью это что значит? Большинство технологических операций было оцифровано. Это была цифровая экономика в отдельно взятом заводе. То есть это от начала разработки и до выхода того, что телевизоры запакованные в коробочках едут в нужные магазины, уже заранее известно, сколько магазинов, в какой день приедут, и там уже покупатели с ними разберутся. То есть там была автоматизированная логистика. Какие детали, какие заводы, откуда поступают, когда привозят, сколько хранятся, в каком цехе недостаток, в каком перебор. Все оцифровано, и вот эта оцифрованность видно в Москве. То есть непосредственно здесь корпус управления, один пульт управления цифровой, и его дубликат находится в Москве за тысячу километров, и там видят, сидя в Москве, в министерстве видят, в этом цехе не хватает этих деталей, в этом перебор, и все управляемо, все видно, и все регулируется, и туда вносится оперативная программа усилить, улучшить, или допустим поменять модель, одну модель на другую, взяли, поменяли, все. Производство не останавливается, конвейер не останавливается, понимаете? И вот в этих производственных мощностях огромные корпуса, великолепно сделаны, понимаете, корпуса стоят до сих пор, коммуникации, связь, специально под этого электростанция была сделана, выпускали телевизоры многие годы, понимаете, многие годы, вплоть до развала СССР. И таких заводов, вот этот завод один из самых большой, был еще завод робот, первый в мире завод робот, который делал поршневые кольца, полностью робот завод, то есть там было всего только 30 рабочих, ну, они были настройщики, то есть они не стояли у нас у станка, они были только настройщики. Вот завод работал, и было это сделано еще в начале 50-х, просто фантастика. Так вот этот завод, что интересно, вот видите, там перед входом висит надпись, она на украинском языке, потому что это и Украина. На украинском написано «Вперед до перемоги коммунизму». Ну, в переводе на русский «Вперед к победе коммунизма». То есть перемога – это победа, но перемога – это пере... ну как... преодолеть беду, то есть перемочь противника. Так вот, понимаете, вот этот вот лозунг перемоги коммунизма, ну это была традиция в советское время коммунистические лозунги делать. И вот просто, ты знаете, вот эти фотографии, когда вот старые смотришь, а им лет по 30-40-50, понимаете, некоторые даже черно-белые, но вот они показывают, что мы по уровню технологии опережали Запад по многим позициям, понимаете. и при этом лозунги были, ну такие, ну, сейчас говорят, стойные, понимаете. Вот сама идея коммунизма была хорошая, надо было к ней идти. Но вот то, что эти лозунги лепили там-сям-сям, вот на каждом заборе, это был перебор уже. Ну это, ну, ну явно перебор, вот на мой взгляд. Но с другой стороны, вот этот вот идеологический прессинг, он не умалял наших заслуг, которые были сделаны в области науки и техники. Понимаете, вот за этим вот, ну вот можно сказать, совковый лозунг, за ним стоял высочайший уровень мировых технологий, за ним. Понимаете, вот в этих корпусах, в этих стенах делались вещи, которые вот, ну намного круче, чем были на Западе, казалось бы, да. И при этом мы, вот наша страна, не делала автомобильный завод вот на этих технологиях. Почему? Не успевали, просто не успевали. Не успевали, ну потому что это очень сложно, реально. То есть вот первыми автомобильный завод сделали цифровым, вот, ну, на Западе, в Европе, в Америке. Мы не успели. Хотя вот к этому шли. Так вот, значит, смотрите, я специально из многих заводов выбрал метод. Почему? Потому что перестройка началась, Украину отделили от нас, наших братьев, стали, значит, Украину оккупировали и стали производственные мощности грабить, понимаете, идет разграбление Украины. Что сделали с этим заводом? Наше советское оборудование выбросили, ну, на переплавку, там много цветных металлов было, и сейчас в этих корпусах отгадайте, что контрактное производство мобильных телефонов, понимаете, вот, мобильные телефоны, которыми пользуется весь мир, гаджеты, это так называемое контрактное производство. Что это значит? Технологии разрабатывает производитель, размещает производство в странах, колониях, ну, странах третьего мира, ну, в основном в Азии и в том числе и на Украине. И вот смотрите, вот такие вот изделия, мобильные телефоны, да, вот показывает, это мобильные, на территории Российской Федерации на сегодняшний день не делаются. Понимаете? Это позор. Ну, для нашей стороны позор. Почему? Потому что, ну, несложно взял. Вот даже вот есть специалисты, которые готовы, вот давайте, вот мы сделаем, наладим, не дают, просто не дают. Вот именно для того, чтобы унизить Россию, сказать, вот русские такие, что они не могут наладить у себя даже производство, даже таких элементарных вещей. Сборочное производство нам не дают, а вот в этих стенах вот это производство идет. Понимаете? На Украине, на базе Львовского телевизионного завода международная фирма контрактного производства, ее название известно, разместила свои производственные мощности, и там, значит, украинские рабочие своими золотыми руками делают вот эти вот, понимаете, бренды, иностранные бренды. И это делается на территории Украины, а потом уже и по Кураине идет, это и в Россию, в Китай, куда, в Европу, куда угодно. Ну, в основном Европу, почему? Потому что основные потребители это Европа. Понимаете? Вот в этих стенах, на этих мощностях, в этих цехах, ну, как говорится, они их получали фактически даром, на халяву, но почти бесплатно. Они делают вот эти вот гаджеты. Ну, вот это вот и есть колонизация, понимаете? Колонизировали нашу Украину. И больше того, вот смотрите, вот фотографии старых времен, советских времен, когда завод работал на полную мощность. Вот это цеха Львовского завода телевизоров. Завод «Электрон», ну, называется Львовский телевизионный завод «Электрон». Работницы, которые работали на конвейеры, им в обязательном порядке прерывались раз в два часа для того, чтобы сделать производственную гимнастику. А в некоторых, особо сложных в цехах, даже раз в час. То есть, представьте себе, они вот час, вот из этого часа 55 минут работает, а остальные пять минут они в обязательном порядке делают гимнастику для позвоночника, для суставов, чтобы не затекали у них суставы, чтобы не было астрахандроза, радикулита. Понимаете, в обязательном порядке. И вот, ну, девчонки это делали с удовольствием. Вот видно с дальних рядов, да? То есть, вот смотрите, вот видите, вот конвейерные линии, вот они стоят. Ну, движения легкие, простые, туда-сюда. это была производственная гимнастика, узаконенная ГЗОТом. ГЗОТ это кодекс законов о труде. То есть, директора завода, дирекции, администрации, ну, владельцы предприятий. А, собственно, тогда владельцы были и рабочие директоры, это были одни владельцы, это было народовластие, понимаете, народ владеет вот своим богатством, понимаете, народ. И вот, друг с другом были отношения очень дружественные. Ты работаешь, и вот, директор тебя обеспечивает, чтобы было время, в конвереостановленности 5 минут ты вот так суставы разминаешь, И вот эти вот девчонки дорастались до пенсии, у них не было ни астахондроза, ни радикулита, потому что о них заботилось руководство. Сейчас этой гимнастики нету. Сейчас там пашут, извините меня, по 12 часов не разгибаюсь, и владельцам завода плевать, если там человек устал, если у него начинаются производственные болезни, астахондроз, ревматизм, артроз, плевать. Болен? Увольняем. Понимаете, это о чем говорит? Та система, она была человеколюбивой. Они думали о человеке, и о машинах, и о производстве, и об обороне, и о науке, о производстве, и искусстве, и обо всем. Вот это вот маленький пример. Так вот видно, что вот вот это вот цех, знаете, вот солнечное освещение с этой стороны, да, а вот с другой стороны тоже вот стоит ряд, и тоже вот ну работает, и вот для этого специально делали широкие коридоры, чтобы люди могли разместиться. Понимаете? И вот сейчас вот эти оборудование выбросили и поставили вот эту вот конвейерную систему западную. Это вот вам для примера. Возвращаясь к современному интернету. Понимаете, вот этот вот постер, постер, он, я считаю, очень правильный. На фоне карты мира, которая как бы сделана, видите, так вот оцифрована в виде сетки, граната, граната свернутой клавиатуры, то есть вот клавиатура, она очень хорошо напоминает грани лимонки. И главное, значит, этот запал в виде кнопки Enter. Это символ информационной войны. Понимаете, вот, ну, понимаете, это символ, понимаете, это образ, который вот, ну, креативные ребята на вояле выложили. Для чего? Чтобы показать людям, в каком мире мы живем образно. Чтобы, знаете, вот не какие-то проповеди читать, что-то убеждать, какие-то книжки, доклады, нет, картинку. И кто-то первый раз увидел, он пять секунд посмотрел, он понял, о чем речь идет. Граната, это война. Запуск, через Enter, кнопку Enter, одно движение, и все, взрывается мир. О чем это говорит? О том, что сейчас в мире идет информационная война. И мир готовит к большим потрясениям. И вот самые большие военные действия идут в информационной сфере. Почему? Потому что в другой сфере, например, тяжелого вооружения не ведутся большие войны. Почему? Есть ядерное оружие Российской России, которое является гарантом от глобальной войны. У нас есть оружие, так называемое, ядерного паритета, что вот никто первым не начнет войну. Почему? Потому что знает, будет ответный дар, поэтому не начинает. Все. глобальной войны не будет. А вот гибридная война, информационная идет. В информационное пространство война идет. И вот символом ее является именно интернет. И вот образ, именно вот эта картинка отражает хорошо. Почему? Гранаты лимонки, лимонки в виде свернутой клавиатуры, трансформер. И вот в этом смысле, что? Весь мир мы должны все-таки сберечь для наших детей. Это понятно. Информационную войну мы должны принять. То есть, вызов, как говорится, принят. Нам бросили перчатку, мы готовы к обороне. И в этом плане, что? Я хочу вас заверить, что в будущей войне мы победим. Вернее, эта война, собственно, идет давно, долго. И в этой войне мы победим и весь мир, собственно, спасем. Почему? Потому что мы на своей территории, а это одна шестая часть суши, мы сможем сделать такой военный лагерь, который сможет, во-первых, сохранить экологию, ну, в основных регионах, сохранить людей, сохранить технологию, культуру, язык, и в том числе информационную систему под названием своего интернета. Как он будет называться? Интернет, интерьез, Агаз, Искра, Звезда, не знаю, решим, не суть. Хотя, с другой стороны, знаете, как карапе назовешь, так он и поплывет. То есть, вот эту территорию мы, знаете, спасем свою. И мы же вот сейчас уже делаем все возможное, уже, понимаете, есть наработки, чтобы уже спастись, чтобы сделать из этой территории большой ковчег, и предлагаем всем остальным странам подключаться к нашему проекту для того, чтобы, знаете, у нас все-таки было, соседей побольше дружественных союзников. И в этом смысле я хотел бы вас чем успокоить. Сейчас, извините, я не это открыл. для того, чтобы спасти весь мир, на государственном уровне принято решение о создании, вернее, не то же о создании, понимаете, основы для него уже были заложены давно. Но вот он в некотором роде законсервирован. То есть, он сейчас, так знаете, находится в резерве, наш интернет, который, который, в принципе, работает в рамках, во-первых, Министерства обороны, спецслужб, и как минимум, правительственная связь, ФАПСИ, работает именно на своей отечественной системе. Поэтому, знаете, вот для своей нашей чисто российской интернет-системы у нас готово почти все. То есть, вот техника, софт, люди, специалисты, каналы связи. Но чтобы сделать это шире и больше, и надежнее, и продублированнее, и сделать еще открытыми для наших союзников, разработается еще более сложная система, которая должна прийти на замену мировому интернету. Для чего? Для того, чтобы вот, кроме нашей территории, к этой системе были подключены еще и другие страны. Ну, потому что на других территориях все равно, понимаете, системы не выйдут из строя. И вот для этой будущей мировой системы информационной разрабатывается система, которая пока не озвучена названия, но зато есть указ, который вы можете прочесть и самим попробовать осмыслить вообще, что это такое. Значит, я поэтому называю вам сейчас точные названия и цифры. Во-первых, источник этого документа. Это сайт, так видно, с дальних рядов, да? Что это сайт президента кремлин.ру. Банк данных. Это указ нашего... Что? Банк данных. Банк данных. Это указ президента Российской Федерации от декабря 2016 года об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации. То есть, вот ее полное название. Значит, доктрины иногда заменяются словом концепция, потому что изначально до этого обсуждали именно как концепцию и депутаты, и специалисты, но потом решили назвать все-таки не концепцией, а именно доктрины. И еще, понимаете, вот за несколько лет до этого тоже утвердили концепцию информационной безопасности и концепцию национальной безопасности. И поэтому решили информационной назвать все-таки доктриной, но все принимают именно как концепцию, а некоторые даже называют это даже, знаете, как конституцией информационной безопасности. И это очень такой вот емкий текст на 10 страниц, где подробно расписаны цели, проблемы и задачи. То есть вот три части. Вступительная, описательная и резолютивная. Значит, на 10 страницах написан текст достаточно сложный. Он, знаете, все-таки более чиновничий. И он даже некоторым напоминает какой-то, знаете, вот слог коррупционеров, когда, знаете, специально делают много слов, чтобы там за большим объемом слов скрыть смысл, чтобы суть было сложно найти. Ну, это почерк чиновников и коррупционеров. Здесь вот немножечко тоже этого есть, но, может быть, отчасти от того, что, знаете, мы все-таки эти документы делаем для того, чтобы его читали еще и наши враги, извините, партнеры. Вот. И чтобы они тоже подумали, вот, чтобы вот там где-нибудь в ЦРУ сидят, там, значит, откроют. И вот они видят, читают текст и видят слова, 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 слова. И они видят, ну, это вот только коррупционер может написать. Но они думают, ну, все, коррупционеры наши сидят в правительстве, там, в администрации президента, все нормально, все сделают нормально. И они не доходят до самой главной. И, понимаете, а суть этого документа выражена только одной строкой. Вот этой строкой. Вот я вам специальным маркером выделил. В этой строке написано, понимаете, это четвертый раздел, пункт Д. Он звучит очень просто. Развитие национальной системы управления российским сегментом сети интернет. Все успели прочесть? Читаю второй раз. Дубль два. Развитие национальной системы управления российским сегментом сети интернет. Вот одна строчка, ради которой составлялся вообще весь документ. Это что означает? Вот только вдумайтесь в эту суть. Во-первых, вещи названы своими именами. Сеть интернет. Сеть, понимаете? И четко, понимаете, черным по белому, знаете, русским языком, знаете, без этих самых противоречий, без двусмысленности, без каких-то отклонений написано. Развитие национальной системы управления сегментом, понимаете? Это что значит? Это значит, в рамках национальной юрисдикции мы будем делать свою технику. Это значит, свои сервера, свой софт, свои каналы связи и своих специалистов. Все. Для того, чтобы не зависеть от американского. А в каком году, например, нужно? Эксплуатации? Вот. Теперь по поводу эксплуатации, понимаете, как я понимаю, отчасти эта система уже работает. Полностью. Она, знаете, это каждый год будет усовершенствовать, разрастаться, разрастаться. Там этапы, здесь не прописаны по регионам. Это только доктрина, понимаете? И она спущена до уровня министерства, и уже на уровне министерства будут выставлять точные сроки и точные объемы, и точные цены. Ну вот это же, надо же платить за это. Вот. И точные бюджеты. Вот как раз вот эти вторые документы, они уже публиковаться не будут, потому что это секретные вещи. Вот. И поэтому, понимаете, этот документ назван очень правильно. Доктрина. Это указ о принятии доктрин. Это что означает? Что это как бы цель, вектор, пилинг. То есть, ребят, вот наша путеводная звезда, наш маяк, вот примерно вон там. Это вот такое вот место, где будет наш отдельный свой национальный сегмент. Мы будем за него отвечать, мы его сделаем автономный, самодостаточный. Если там что-то вокруг рухнет, ничего страшного, мы там в себе выживем. Вот это и есть цель своей национальной системы. Правильно, Санкт-Петербург. Правильно, правильно. Мы испытали доверие в ваших. Конечно, конечно, конечно. И не нужно на них. Конечно. И понимаете, вот в своей национальной системе мы сделаем две вещи, которые сделала полвека назад Академия Глушко в советской системе. Первое. Это новый софт, который исключит хакерство, то есть не будет дырок. А второе. Это будет человечность, а это значит паспортизация. То есть ты по паспорту вошел и, пожалуйста, любой ресурс для тебя открыт. Но только извини, если ты будешь заниматься противоправной деятельностью, ты будешь засвечен, и ты знаешь, что ты будешь за это отвечать. За оскорбления, за мало ли что. То есть любое противоправное действие, призывы к насильственному свержению, какие-то комменты, нехорошие оскорбления, фальсификации данных. Или там, значит, что-то там, значит, провоцирование. Все будет открыто, прозрачно. И будет в области юриспруденции дана юридическая оценка. Извини, все. Вот это и есть человечность. Зато не будет, извините меня, терроризма, экстремизма и порнографии. Не будет этих пирамид финансово. Поэтому, еще раз напоминаю, концептуальнее. Да, 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 параллельно, да. Понимаете, да, да. Это примерно то же самое, как в Китае сейчас идет. Понимаете, вот в Китае на государственном уровне ввел жесткие ограничения цензуры. И там вот есть цензура под цензуром к сегменту. А параллельно, ну, можно другими такими окольными путями выйти в общую сеть. Пожалуйста. Но это рискованно, дороже, сложнее. Но можно. Параллельно идет и ладно. Здесь будет то же самое у нас. Но самое главное, начало положено. И вот это будет все открыто, производиться прозрачно. Для чего? Чтобы вот люди другие, в других странах, для себя сделали выбор. Либо по старой системе работать, криминальной. Либо закладываться на новую, где больше безопасности и больше возможностей. И где гарантом будем являться мы. Где гарантом будет являться, вот, извините меня, Россия со своим президентом. Ну и заодно с нами. Мы гаранты. То есть вот это. И, собственно, для чего нужна мировая цифровая система. Понимаете? Для того, чтобы на базе ее строить новую мировую экономику, которая бы исключала те издержки, которые есть в современной мировой экономике. Понимаете, вот советская система АГАС, которую и сделал Академия Глушков, чем она отличалась? Она фактически делала экономику Советского Союза без бюрократии. Понимаете? Чиновники там были не нужны. И без денег, и без бумаг. Понимаете? Вот три фактора. Вот есть компьютер, есть инженер, который планирует, есть ученый, есть стратеги, которые планируют развитие отраслей, регионов, городов, сел, образования, школ, медицины. Это специалисты, ученые, инженеры, врачи, учителя. Да, и чиновники им не нужны. Вот они завели в машину свои данные, свои планы и свои цифры, и свои проекты. И они пошли к исполнению напрямую без чиновников, и без денег, и без бумаг. Понимаете? Поэтому эту систему Глушкова загубили, именно загубили, целенаправленно в 70-х годах. Во-первых, ее перестали финансировать. Во-вторых, на самого академика Глушкова было несколько покушений. Минимум два было зафиксировано, когда один раз он в самолете должен был лететь, но не успел, и самолет рухнул. Причем это был взрыв в воздухе. Второй раз, когда он в автомобиле ехал, и на перекрестке четко его била грузовая машина, и водитель вовремя увернулся. Два покушения было зафиксировано. Два как минимум. Почему? Потому что в ЦРУ, когда они увидели, что делает Глушков, они увидели, что он через несколько лет сделает такую оборону, такую экономику, что они опередят вообще всех. Это Советский Союз будет недосягаем, и мы, Америка, проиграем в Холодную войну. И у них был лозунг «Остановить Глушкова». И поэтому на Глушкова была охота с двух сторон. Со стороны иностранцев и со стороны своих чиновников. Пятая колонна. Почему? Потому что пятая колонна чиновники Советского Союза увидели. Да этот ученый со своими инженерами, он нас отожмет, и мы останемся без власти. Без денег, без должностей, без титулов, без привилегий. И чиновники тогда, это же был вообще особый слой, каста. У них, через них проходили ресурсы. Они имели привилегии, шикарные зарплаты, дачи, машины там. Плюс они имели коррупционную составляющую уже тогда. Им отстегивали денежки. И то вдруг увидели, что теперь вот какой-нибудь чиновник в Москве, какому-то заводу, не будет просто так деньги передавать, а деньги будет передавать какой-то инженер, ученый Глушков, а он тут ни при чем, так, конечно, они против этого восстали. Они сговорились. Это был заговор. Настоящий заговор чиновников. И этот проект остановили. Понимаете? Значит, ну, как говорится, как сделано, так сделано. Не удалось спасти. Потом перестройка. Значит, все это, 90-е годы, 2000-е. Но возвращаться к этой системе надо все равно почему. Потому что та система, которая работает сейчас и у нас, и в мире, она нерациональна, она тупиковая, и она опасна для биосферы. Почему? Она завязана на деньги, она не завязана на экологию и не завязана на человеку. Поэтому все атрибуты современной мировой экономики, их надо устранять первые бумаги, деньги и чиновники. А во главу мировой экономики поставить, что человека, каждый человек, каждая личность. Неважно, где он, Россия, Америка, Африка, Азия, Китай. Под человека нужно затачивать экономику. А для этого нужно, ну, наверное, все-таки отцифровать большинство параметров. В том числе и, может быть, каждого человека. Но не вплоть до того, что там чип ему вживлять. Нет, я думаю, нет. То есть предоставить все-таки ему свободу деятельности, чтобы он не так был, как эта чипированная собака. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Вот. Но сейчас-то американская система интернета, она затачивается подо что? Чтобы каждого человека чипировать. Чтобы это были не люди, а биороботы, понимаете? И вот эту систему они показали в фильме «Матрица». То есть вот эти вот агенты Смита, понимаете, это же ведь реальность. Вот оно показывает на фильмах, а реально, это уже технологии к этому подвигаются. Поэтому вот этот постер, который мы показываем, что, ребят, будущее, оно может быть либо светом, либо таким, который показан в фильме «Матрица». Когда вот города, вот их доведут до экологического коллапса, когда люди там будут еле-еле выживальщики где-то там в подземельях, а рулить будут вот агенты Смита, это кто? Биороботы, клоны, зомби, которые заложили программу, и они человеческие вообще не понимают. Стость, нравственность, сочувствие, они не понимают, что это. У них есть программа дойти, догнать, убить, значит, связать, скрутить. И вот им противостоят люди. Кто вот еще сохранил себе человеческие качества. Понимаете, вот этот вот сценарий, который прописан в фильме «Матрица», ну, мы же видим, он выполняется. Вот первые этапы к этому же делаются. Людей чипируют, людей цифруют. Интернет стал фактически местом шпиономании, вернее, средством слежения за всеми. Средством шпионажа. То есть это фактически вот каждый компьютер, каждый мобильник, это и есть шпиона за нами. То есть каждый пользователь, это все. Он прозрачен, шпионы вокруг него, и он почти вот, ну, во многом уязвим. Вот как только я начинаю договорить эту тему, сразу мне заложено сверху. Так, 5 минут и перерыв.